Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немейзис, и я решил опять же перезаписать уже готовый когда-то у меня ролик, который я потерял из-за проблемы с CD-картой, а именно, ролик по концепту такого шикарного вам произведения, как Аватара, Легенда о Банге. И давайте не будем затягивать, ибо скорее начнем. И да-да, я до сих пор болею. И начнем мы на данный момент не с самых интересных концептов, как к примеру, ну вот этой деревушке, которая, ну мягко говоря, хотела сжечь нашего дорогого Аватара. И что я могу тут сказать? Да, особо ничего. Да, она более детальна и много что раскрывает, где и что находится на деревушке, но не более. Также есть концепты песчаных магов. Но, ну мягко говоря, они не изменились никак. В отличии, ну не знаю, от Джета, у которого также есть свои концепты. И да, на первый взгляд, они также не изменились, но если посмотреть на цветные рисунки, то можно заметить, что цветовая гамма немножко другая. Также есть вот такой вот концепт суюхи. И что я могу сказать? Он также не особо отличается, но некоторые моменты намекают на раннюю рисовку, которая, так мягко говоря, отличается от того, что мы получили в итоге. Также есть вот такие вот концепты движений при разных магиях. И вы наверняка подумали, ну и что тут такого? Концепты магии, так и концепты магии. Что тут бубнеть? А именно то, что сами концепты представляют собой базовые движения, которые основаны на боевых искусствах. Для чего автора специально призывали мастеров этих искусств и срисовывали их движения. Что получилось у них весьма неплохо. Так как, к примеру, движения магов земли твердые и четкие. Движения магов воды могут перенаправлять атаки, хотя не исключают возможность нападения. Маги огня только нападают, защиты у них нет. А маги воздуха только перенаправляют. Что затем в будущем и выливается. В то, что персонажи с команды аватара начинают заимствовать от друг друга движение. Катара от магии земли в битве с бабкой, которая контролировала кровью. А зуком с магией воды при битве за злой. И таких деталей в боевке весьма большое множество. Но, вы наверняка заметите, что данная особенность была утеряна в аватаре Кори. И да, она была утеряна, но тут нет сюжетной дыры. Так как, большинство народов уже начали жить вместе. И переносить магию друг друга. И что стало уже, так сказать, более просто. Так как, ну, маг воды у тебя всегда под боком. И ты всегда увидишь его движение. Так же, как и интересную деталь, я должен подметить то, что лицо главного мастера боевых искусств. Который, мягко говоря, был, по большей мере, задействован при срисовании движений. Улык овечили в мультфильме в качестве учителя Соки. В плане искусства битвы на мечах. И раз уж мы затронули Соку, то давайте посмотрим на его концепты. Их у него не так уж и много. Но, есть что обсудить. К примеру, есть вот такой вот концепт Соки с Катаной. И после того, что мы увидели его в самом сериале, мне бы хотелось увидеть его в данном образе. Так как Катана, я думаю, ему бы пошла к лицу. Так же есть вот такой вот образ Соки. Но он не сильно отличается от финального. А есть, к примеру, вот такой вот. И здесь у него что-то странное с волосами. К примеру, прическа мне необычная. Так как я уже привык к сложенному образу Соки. И возможно, по данному концепту показывается то, что Сока должен был быть помладше. А Анг, наоборот, постарше. Но кто знает, кто знает. Да, и прическа, к примеру, той же Хатары, тут больше напоминает афроамериканскую, чем ту, которую она имеет в финале. Так же есть вот такой вот концепт. И, честно говоря, я даже не знаю, что сказать по нему. Он, скорее всего, не каноничный. Но я думаю, что если бы Сока был магом воды, он бы ему, мягко говоря, подошел. Да и волчьи атрибуты, мягко говоря, присутствуют у Соки. Во-первых, с инуитского вроде как имя Соки расшифровывается как волк. Так, прическа Соки называется волчий хвост. Имена девушек Соки, ну, если не выключать то, в которую я, как минимум, считаю девушкой Соки, можете написать свое мнение по поводу этого в комментариях, но неважно. Их имена переводятся как луна, что весьма нашему волку Соки подходит. Но, как я и говорю, данный концепт, скорее всего, не каноничный. Так же, по одной из задумок, у Соки должен был быть ручной сокол, который должен был, так сказать, конкурировать с Момо и иметь несколько с ним драк, но идею решили отклонить. И хоть сокол по итогу и получил свое появление, но такую роль, как по задумке, он не играл. Но теперь давайте рассмотрим концепты его сестры Катары. И что тут могу сказать, я много их не нашел, а точнее нашел только один, вот этот. И здесь есть, мягко говоря, сразу два концепта. К примеру, на одном из них Катара выглядит сильно младше, что я потом еще прокомментирую. И мне кажется, что для того, что получили светохи, такая внешность не подходит. Ну а другой же, как вы видите, рисунок показывает уже изначальную рисовку Аватара, которая имела более большие и привычные, как по мне, глаза. Что, мягко говоря, со стороны того человека, который посмотрел нынешнего Аватара, выглядит, ну, не очень приятно. Ну а по поводу же Катары, также можно подметить одну вещь. По поводу ее, так сказать, пейринга и Зука, много времени автора не могли определиться. Оставлять ее с Ангом, ну, как по канону, и лишь с Зука, с которым у них есть более, мягко говоря, общего, чем с нашим магом воздуха. И, ну, я, честно говоря, был за Зуко и Катару. Но автора выбрали другое. Ну, возможно, даже правильно. Ну и раз уж мы затронули Зука, давайте поговорим об его концептах. Во-первых, есть вот такой, который, может, отличается в каких-то деталях. Ну а так, ну, мягко говоря, в нем нечего подметить здесь. А есть вот такой, где его шрам, мягко говоря, намного больше, чем в итоге. И, ну, тут я ничего уж не скажу. Это просто выглядит более жестоко, чем мы получили в финале. Кроме того, я хочу подметить вот эту странную и, мягко говоря, нелепую прическу. Ведь если, ну, мягко говоря, хвост Зука в оригинале выглядит в чем-то даже брутально и устрашающе, то здесь это, ну, не знаю, комично. Но давайте не об этом. Также у Зука должна была быть более, мягко говоря, расширенная сцена получения данного шрама. Так как, по задумке, хотели выделить целый момент, где огонь проходится по лицу Зука, создавая этот шрам. И эту сцену не разрешили пускать в эфир, так как она показалась слишком жестокой. И я могу понять почему, но я, честно говоря, сожалею, что я ее не увидел. Также у Зука есть несколько концептов брони, которая должна была быть на нем. И она отсылает на Японию. Ну, как и по факту, весь народ огня, который основан на японской мифологии. Ну, я вам объясню сейчас. А народ огня основан на Японии. Народ воды на инуитах. Воздуха на буддистах и шаолинских монахах. А, ну, народ земли на Китае. Ну, я надеюсь, все правильно объяснил. Но давайте сейчас вернемся к Зуку. Кроме этой брони, есть также вот этот, более защищенный, как по мне, вариант с шипами. Но я даже не знаю, стоит их включать или же нет. Ну, а также есть концепты Зука в образе синей маски. И, ну, мягко говоря, они мало чем отличаются от канона. Но, что я могу подметить. Маска основана на настоящих японских масках из театра. А также эта маска, ну, не точно эта, но как минимум похожая, была в театре, в котором работала мать Зука. Что раскрывается в одном из комиксов. Также есть несколько концептов дяди Айра. И тут он выглядит весьма неплохо. Есть более, как я говорил, японские. И намекающие на самурайскую одежду. Также я нашел вот такую картинку со всеми нарядами Айра. Все серии, которые есть. Но тут большего не скажешь. Также по поводу Айра нужно сказать несколько, ну, мягко говоря, не лучших моментов, которые повлияли на сериал. Когда снимался третий сезон, актер озвучки попал в больницу. И, к сожалению, там же и погиб. Из-за этого, ну, мягко говоря, пришлось переписывать сценарий так, чтобы, ну, мягко говоря, озвучка Айрон не била по ушам фанатов. После чего его на большую часть выхвинули из повествования. После чего он появляется лишь в конце. Что, как минимум, является весьма грустным изменением. Также, в честь актера, занимавшегося озвучкой Айра, был назван такой персонаж, как Мака, которого все наверняка знают по Аватару Кори. Также есть первоначальные концепты народа огня. И их солдат. И они более отдают японскими мотивами. А точнее, самурайскими. И что, как я и говорил, весьма подходит под японский мотив страны огня. Но тут сейчас не об этом. Также есть несколько концептов Азуэ. К примеру, вот такой, который, как по мнению, кажется таким уж воинственным, как в финале. Хотя на ней есть пару вариантов одежды из других народов. Так что, возможно, там еще определялись, куда ее отнести. А также есть вот такой вот концепт в броне Феникса. Ну, как минимум, это мне так напоминает. Да, в основе самурайский доспех, но он сделан так, чтобы напоминать птицу. А как по мне, Феникса. И, возможно, именно с этой брони в дальнейшем списывали тот костюм, который переодел на себя Азай, когда прилетала комета Созина. Ну, а также по поводу Азулы была вырезана небольшая линия. Та, где Азай должен был, ну, мягко говоря, попытаться выдать Азулу замуж. Против ее воли. Что должно было раскрывать Азай как более жестокого человека, которому плевать на всех своих детей. А Азулу должно было быть раскрывать ее из человечной стороны. Но, как по мне, это могло быть неуместно в финале. А во-вторых, ну, мягко говоря, вывести Азул с того образа, который построился по итогу. Теперь... Ну, а теперь же давайте перейдем к концептам еще одного важного персонажа из команды Аватара. А именно КТОВ. Которая, ну, мягко говоря, имеет парочку интересных концептов. К примеру, есть вот такой вот наряд, который выглядит более ухоженно, чем итоговый. И, возможно, здесь она не должна была бежать от родителей, а должна была отправиться с их соглашением. И должна, возможно, была бы играть более, не, мягко говоря, сильную и независимую бой-девушку, так сказать. А более компризную леди, ну, возможно, в теории. Хотя, в любом случае, мне жаль, что такого костюмчика не было. Он, ей, мягко говоря, идет. Также есть вот такие вот раскадровки ее действий, но они, опять же, не сильно отличаются. В отличии от этого. Да-да-да, изначально ТОВ задумывалась как парень, который должен был быть старше всех в команде и больше всех в команде по размерам. Но, что тут сказать. Эта идея в дальнейшем, как показалось, им не сильно смешной, и они решили поменять все на девушку 13 лет. Ну, 14-13, ну, где-то так. Но, внешность данного парня, во-первых, отдали нескольким персонажам из Масокки, во-вторых, отдали учителю Аватара Року, в-третьих, отдали тому парню, который проиграл ТОВ на турнире, и еще паре персонажей, которые появлялись по сюжету. По итогу, уже внешность стала, так сказать, стоковой, а большей частью Масокки. Кроме того, на данный, так сказать, твист, была отсылка в серии про спектакль, где ТОВ и Супруссили в виде такого накачанного мужика в парике. Ну, а перед тем, как прийти к самому важному персонажу, так сказать, всего Аватара, мы должны разобрать, так сказать, того, без кого Аватара представить весьма сложно, а именно, его домашнее животное Апу, ну, или же попросту большого лохматого друга. И тут было несколько концептов. Например, вот такой, с забавными рожками. Или же вот такой, который больше, наверное, какой-то, ну, не знаю, насекомый-гусеницу. Но неважно, это еще не так странно. В отличие вот от этого, да-да-да, изначально он задумывался, как собака с значком Аватара на лбу. И, да, данная идея в дальнейшем перекачала в Кору, но там сделали ее более адекватной, ведь по изначальной задумке Апа ходил на двух ногах и представлял что-то странное из себя. Да, и рядом с ним, опять же, Момо, который изначально должен был быть роботом. Ну, а почему же он должен был быть роботом? Так как по изначальной задумке всего Аватара в целом, это должен был быть не отсталый, а до современности мир, так сказать. А мир более футуристичный и связанный с будущим, где, как вы видите по этому концепту, более молодой и детский Анг, так сказать, имеет технологический посох, стреляющий воздухом. И, как вы понимаете, в дальнейшем мы эту идею сильно переработали, как и самого Анга, которого студия, мягко говоря, в таком образе забраковала, так как любовную идею всё же хотели дописать, а в таком виде, ну, студия не разрешила. Хотя по первому концепту, мягко говоря, катары, я могу сказать, что, возможно, она была не такая уж и нереалистичная. Также есть вот такой вот концепт. И что я могу сказать? Здесь есть что-то наподобие того планера между рук и ног, который был Кори, только менее, так сказать, технологичный. Но тут я большего подметки не могу, так как, скорее всего, это даже не концепт Кангу, а концепт Кори, о котором у меня будет отдельное видео. Но что я могу сказать на данный момент? Есть ещё этот вот концепт и с неплохой такой одёжкой, которая, как по мне, имеет более уникальные детали, чем то, что Анг получил по итогу. Но большего я сказать не могу. Также есть, к примеру, небольшой факт, в виде не то ли изменений, то ещё чего-то, так как изначально должно было быть всё так. Не аватар Киоши должна была быть предшественницей Рокой, а какой-то мужик, так как, ну, в первой серии, когда нам показывают статуи Аватара, перед Року стоит какой-то мужик из Народа Земли, о котором мы, честно говоря, ничего не знаем. Ну, а на этом практически всё. За исключением последнего факта, который я должен вам рассказать, а именно того, что изначально задумывался четвёртый сезон Аватара Анга в виде четвёртого, ну, мягко говоря, нарисованного в плане анимации сезона. Но студия, мягко говоря, сказала, что не так не покатит. Ну, что весьма странно, так как Анг, что сейчас, что тогда, являлся одним из самых популярных сериалов на канале. И такое решение выглядит странно. Я, конечно, люблю Аватара Кору, но, мягко говоря, четвёртый сезон Анга смотрелся бы получше. И в этом сезоне должны были раскрыться темы того, как находит мать Зука, как создаётся город, в котором живут все народы, как Тов обучает магов металла и много-много ещё чего другого. Но всё это перекочало в комикс, который, ну, я не знаю, озвучивать или не озвучивать, но, думаю, всё же нет. Хотя, если вы захотите, всё возможно. Ну, а на этом у нас всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте свои королевские лайки, информайте не менее королевскую подписку. Вам не сложно, а мне приятно. С вами будет Доктор Демезис, и до новых встреч. И мир на небо, вангол. Отлично! Пока!